Гнить и разлагаться. Вот эти гниющие клетки мозга и есть причина головной боли с похмелья у пьяницы. Но чтобы эти гниющие клетки не отравили мозг совсем, организм вынужден закачивать под череп огромное количество жидкости. Вот эта жидкость и давит с утра клещами голову пьяницы. Вот эта жидкость растворяет погибшие клетки и наутро через мочеполовую систему сливает их в городскую канализацию. Поэтому, молодые люди, запомните на всю жизнь абсолютно точный научный афоризм. Тот, кто пьет вино и пиво, тот наутро мочится собственными мозгами. Абсолютно точный научный афоризм. Много пива выпил, много мозгов в унитаз сольешь. Мало пива выпил, мало мозгов сольешь. Но сольешь в любом случае, потому как такова природа этого наркотического яда алкоголя. Какие есть еще механизмы разрушения организма с помощью алкоголя? Существует прямой механизм разрушения клеток. Все вы знаете, что этиловый спирт, алкоголь, является универсальным растворителем. Но особенно хорошо спирт растворяет жиры. Но ведь оболочки человеческих клеток сплошь состоят из жировых молекул. И вот человек заглатывает алкоголь, содержащую жижу, пиво, вино, водка, разницы нет. Молекула спирта подходит к молекуле жира. Взаимодействует и вышибает. Клетка повреждена. Вот именно через это алкогольное повреждение клетки, внутрь клетки, может попасть плохая экология, может попасть химия, шлаки, другую молекулу алкоголя затянуть. А здесь ядро, хромосомы. В конечном счете, алкоголь данную клетку может убить совсем. Вы спросите, скажете, да что нам жалеть, у нас же миллиарды клеток. Я согласен, особо наши клетки жалеть не надо, но есть у человека клетки, которые надо очень и очень сильно пожалеть. Это так называемые половые клетки. Это клетки, из которых могут быть зачаты и родиться дети. Если, не дай бог, такую клеточку повредит алкоголь, то вы получите вот такого вот ребенка с поврежденной ротоносовой полостью. Молодежь потом подойдет, посмотрит поближе. Это родительский алкоголь. Либо вот такого вот дебила. Ему 16 лет, я специально старшеклассника в школе показываю их ровесника. Это тоже родительский алкоголь. Или вот такого олигофрена, ему тоже 16 лет, на руках его держит. Тоже родительский алкоголь. А вот у нас в Новосибирске родился урод. У этого урода есть уши, он слышит, боится звуков. У него есть рот, он ест. Но нет глаз, нет носа. Оба родителя у него с высшим образованием. Выпили, выродили, сдали его на шею государства. Тут же, естественно, моментально. Особенно страшная картина наблюдается, когда алкоголь повреждает зародышевую клетку, из которой случайно рождается двойня. Вот все эти сиамские близнецы, которых нам в последнее время постоянно показывают по телевизору, это алкогольно поврежденные зародыш двойни. И я переснял из большой медицинской энциклопедии классических сиамских близнецов. Это существо, у которого две головки, четыре ручки, но одна попка и две ножки. А вот у нас в Новосибирске родилось. У этого существа одна головка, две ручки, но зато две попки и четыре ножки. И вот меня мои студенты все время терзают. Владимир Георгиевич, ну а сколько можно на праздник выпить, чтобы не навредить? Существует ли так называемая научно обоснованная безопасная доза алкоголя? Так вот, уважаемые молодые люди, тоже запомните на всю жизнь и расскажите всем. Научно обоснованная безопасная доза алкоголя для русского человека, я подчеркиваю особо, для русского человека равна нулю. Не существует для нас безопасной дозы алкоголя. Меня студенты опять дальше терзают. Владимир Георгиевич, ну как же так? Ну как же так? Вот ведь тысячи лет пьют французы. Почему до сих пор, объясните, не спились французы? Почему не спились итальянцы? Почему не спились евреи? Почему, скажем, до сих пор не спились грузины, армяне, молдаване? Ну те, кто эту отраву производят и продают. Они-то почему не спились? Под этим, как ни странно, тоже есть очень серьезная наука. В организме каждого человека вырабатывается специальный фермент, который называется алкоголь-дегидрогеназа. Этот фермент призван какие-то случайные дозы алкоголя, попавшие в организм, нейтрализовать. Так вот это алкоголь-дегидрогеназа очень успешно и в больших количествах вырабатывается у всех южных народов, которые тысячелетиями в пищу употребляют виноград. Они едят виноград, он у них в желудочно-кишечном тракте бродит, вырабатывается алкоголь и вырабатывается фермент, который этот алкоголь нейтрализует. У северных народов, а мы русский северный народ, алкоголь-дегидрогеназа не вырабатывается практически совсем. Вот почему несчастному Чукчи, Ханту, Якуту им пять раз наливают по сто грамм, на шестой раз они все уже алкоголики. У них вообще в организме нет этого фермента. И вот почему наши русские врачи сто лет назад обнаружили странную и страшную для нас закономерность. При понижении среднегодовой температуры на 5 градусов смертность от алкоголя возрастает в 10 раз. Вот почему алкоголем были уничтожены индейцы в Америке. Вот почему алкоголем уничтожены десятки народов народности Российской Федерации. Это малые народы Сибири, Севера, Дальнего Востока. Вот почему уже 13-й год уничтожается и великий русский народ. Уничтожают наш народ исключительно алкогольной войной, которая против него ведется. Несколько слов о табаке. Я, как уже говорил, никогда в жизни не курил по одной очень простой причине. Я родился в Сибири, в Алтайском крае, в деревне, после Великой Отечественной войны. И к нам с фронта в деревню вернулось несколько инвалидов. А при Осипе Фиссарионовиче Сталине, инвалидам, за полученные на фронте ордена и медали, награды, полагалась существенная прибавка к пенсии. За проявленное на фронте мужество и героизм, при Сталине шла доплата этим инвалидам. Но какая-то, извините, сволочь подучила этих инвалидов, что вот эту добавку к пенсии надо обязательно пропивать. И они, получая эти деньги, шли к магазин, брали водку, садились тут же рядом возле магазина на бревна, пили эту водку. Ну а мы, деревенские мальчишки, вокруг них крутились. Они нам бутылки пустые давали, мы сдавали и леденцы покупали. Так вот, возле этого магазина жила бабушка, у которой было два маленьких козленка. И вот эти мужики-инвалиды одного козленка научили курить. И этот козленок попал в такую страшную зависимость от табака, что он бегал по деревне, и когда видал какого-нибудь человека, видел с этой дымящейся, вонючей соской табачной, он подбегал, бодал, чтобы ему тоже дали пососать. Вся деревня хохотала над этим, так сказать, цирком бесплатным. Мы, мальчишки, тоже хохотали, хохотали, а осенью вдруг обнаружили, что братец этого козленка вырос в здоровенного козла. А этот козленок как был маленький, так маленьким и остался. У него полностью от табака прекратился рост. И только в университете я узнал, что в состав табачного дыма входит 196 ядовитых компонентов. Это никотин, аммиак, сероводород, угарный газ, канцерогенные вещества, эфирные масла, смолы, деготь. 14 из этих 196 ядов являются наркотиками. И люди, которые сосут ядовитый табачный дым, они являются самыми настоящими табачными наркоманами. И вот таким же табачным наркоманом стал и этот несчастнейший козленок. Так вот, когда все эти ядовитые вещества заглатываются в легкие, они тут же всасываются в кровь, и в крови эти яды разрушают у человека и животного витамин А. А витамин А – это витамин роста, и витамин, кстати, хорошего зрения, тоже витамин А. Поэтому всякий раз, когда мне в детстве и в молодости предлагали закурить, я вспоминал этого несчастного козленка и говорил, нет уж, увольте меня от такой страшной глупости. Что же происходит, когда человек засасывает в себя ядовитый табачный дым? Сигареты, папиросы. Даже если он находится рядом с курящим человеком и заглатывает чужой дым, это так называемое пассивное курение, оно тоже страшно вредно для организма. Когда человек-курильщик заглатывает эти яды в легкие, они тут же всасываются в кровь, и защитная реакция организма по всем сосудам идет спазм. Идет спазм сосудов. И вот он затянулся этим дымом. Спазм сосудов. Выдохнул. Сосудики отходят, отходят. Еще, еще траванулся. Спазм отходят. Спазм отходят. Мы посчитали, в течение восьми лет курильщик в среднем около одного миллиона раз надругается над всей своей сердечно-сосудистой системой. Но в отличие от такой гимнастики, где мышцы укрепляются, от этих спазмов сосуды делаются тонкими, хрупкими и ломкими. Идет истончение сосудов. А теперь представьте, человек в пивной залил в себя кружку пива. У него спирт сосался в кровь, посклеивал эритроциты. Эти склейки позакупоривали клетки мозга. Позакупоривали в некоторых местах сосудики. Сосудик закупорился. Продолжение следует...